В нашем семейном форуме. Проект, который мы ведем уже 5 лет. Автор, душа проекта, вице-президент палаты Лена Николаевна Дыбова. Очень приятно. Да, она у нас, если не будете возражать, будет гидом сейчас на первой части нашей жизни. Пошли. Спасибо большое. Здравствуйте. Это наша семья компания. Это наша компания из Богородской области, Кривенковая. Как их зовут? Наталья Евгений. Как зовут? Они у нас безымянные, так как их много у нас. Безымянные? Мы 15 лет назад начали проектировать. Проектировали в основном сельхоз-объекты. У нас уже сейчас на сегодняшний день много реализованных проектов и очень крупных в России. Даже есть самые крупные, например, в овцеводстве. И у нас всегда была мечта увидеть свою настоящую ферму не на бумаге, а на земле российской, русской. Мы смогли стать грантополучателями в 2015 году. И на эти деньги мы построили корпус на 500 голов и завезли 100 коз занятской породы. Мы начали производить молоко, столкнулись с тем, что у нас для реализации более выгодной нам нужна переработка. Мы занялись строительством цеха. Это наше второе направление, даже уже третье. И сейчас мы цех уже построили. Да, да. Оборудовали его. И сейчас подключаем к газопроводу. Но мы опять решили не останавливаться. У нас есть дети. Смотрим на перспективу. Дети уже у нас тоже активно начали и внедряться, и заниматься. Вот сын нам помогает в автоматизации. У нас вся промывка. Он, будучи со стеклассником, смог все запроектировать, внедрить. Четыре года мы моем все молочное оборудование. Молокопроводы, танки. Благодаря его разработке. Сейчас вот он у нас делает новый проект. Да, они очень общительные. Сейчас у нас новый проект. Это вот его модель полностью разработанная. Он ее с утра монтировал, старался, волновался. А где воночная? Его... Он в зале. Он сейчас нас видит, да? Привет, он передай. Эта модель здесь поступает в зерно, перемешивается. Все взвешивается. Каждый компонент. Можно на кнопочку вот эту нажать, и будет... Это зерно идет. Здесь взвешивается. Здесь и взвесили, показали массу. Вот это здорово. И все, и получается, и закройник. Рассчитал, сколько нужно, чтобы работать. Да, все и молоть. Он тут с утра даже и менял уже параметры, чтобы сократить время. Какой молодец парень. Он у нас девятиклассник. Да, это наша перспектива. Передайте ему большой привет и скажите, что это замечательно. И пусть занимается дальше технологией, еще и вам поможет. Да, да. А потом сделается платформа для других фермеров. Именно на это он настроен. Мы это уже третье направление. Четвертое направление нашего семейного бизнеса будет. Сколько у вас детишек? Двое. И девочка, да? Да, девчонка. Помогает вам? Конечно. Это он наш главный депутататор. Говорит, это пойдет, это не пойдет. Это делать не нужно. Слушайте, замечательно. Я хочу пожелать вам удачи. Спасибо. Здорово, что вы этим занимаетесь. И дай бог, чтобы развивался и ваш бизнес, и ребята, чтобы так увлеченные остались работать на селе. Спасибо. Это было бы здорово. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего вам доброго. Спасибо. Мы еще с ним обязательно встретимся. Вот это Курская область, компания. Аккула. Это наша очень любимая тоже семейная компания, потому что семьи Соха, Татьяна и Юрий. Нужно сказать, что у них непростая была жизненная ситуация. Так случилось. Сейчас они об этом расскажут. Сменили вид деятельности. Сейчас вот успешно уже и их дети, и все развивают очень важное направление для нас. Расскажите, пожалуйста. Да. Ну, Елена Николаевна правильно подчеркнула. У нас есть своя история, к сожалению, печальная. И нам пришлось столкнуться с реабилитацией во очередь. Поэтому мы проехали очень много медицинских центров. Поэтому мы посетили множество клиников. В какой-то момент поняли, что комплексную реабилитацию, это было 12 лет назад, нам не все могли предложить. И мы всерьез задумались, что могли бы этим заниматься и поделиться своим опытом уже с другими, попавшими в такую ситуацию летней. Ну, много лет занимались строительным бизнесом. Продали его. И все денежные средства вложили в строительство реабилитационного центра. И сейчас гордимся тем, что он оказывает действительно эффективную комплексную реабилитацию с применением инновационного оборудования. Но надо отметить, что и доступную, потому что мы очень плотно работаем в системе ОМС. Это позволяет помощь сделать, конечно же, более доступной для населения. Сколько у вас в год реабилитируется? Мы реабилитируем более 2000 программ. Осуществляем более 2000 программ в год. Из них 40% это люди, имеющие инвалидность. В 2021 году пятая часть от общего объема программ это была как раз постковидная реабилитация. И сейчас мы очень плотно этим направлением занимаемся. Татьяна Павловна, вот как раз вы рассказываете, а я вспоминаю, когда мы обсуждали, каким способом помочь людям реабилитироваться после ковида. Мы это обсуждали с президентом и по его решению выделили значительные средства на реабилитацию именно в том числе после ковидную. и на диспансеризацию, в том числе, для того, чтобы люди могли понять, какой комплекс лечения должен быть назначен. Ну, это просто замечательно. Я смотрю у вас на видео тоже такой красивый центр. Что там? Бассейн я смотрю, да? Какие специальные средства, может быть, расскажете? Другая зона аква-реабилитации. Два бассейна. Один для детей, другой для взрослых. Если по направлениям нашей основной депутации, это неврология, то мы как бы принимаем на реабилитацию детей и взрослых. Постковидных у нас из 400 человек было 5 человек. Вот все-таки уже появляются и детишки. Это очень печально. И мы взяли педиатра, который серьезно занимается этим направлением. В 20-м году, когда вот эти были меры всякие ограничительные, мы очень переживали за свой штат сотрудников, но мы в полном объеме его сохранили. Ни одного человека не потеряли. Помогло, да, то, что президентские гранты, а потом займы. Мы воспользовались кредитом 2.0. И списали его полностью, поэтому нам это... Эффективная программа. Да, это была эффективная программа. И мы очень рады, потому что у нас в Центр 70 человек профессионалов. Их очень сложно сейчас как бы подыскать. Поэтому, конечно, ни одного человека не потеряли. И мы очень благодарны тому, что вот была такая программа, и мы ее воспользовались в полном объеме. И дети тоже сейчас в вашем бизнесе, конечно. Сколько у вас ребят? У нас детей в горе, у нас трое внуков. Взрослая внучка, ей 15 лет, но она сейчас живет с нами, активно нам помогает. Она в соцсетях занимается распространением движений, информацией. И вообще дочь у нас тоже продвигает тьютерское направление сопровождение детей с УВЗ в школе. Понимаете, им тоже нужно сопровождение. Это такая социальная реабилитация, которая крайне важна в общем процессе. И мы очень рады, что они нам помогают. Спасибо. Татьяна Михайловна, спасибо. Это очень важное направление. Замечательно, что вы им занимаетесь. Вашей семье удачи. А Юрию здоровья, чтобы никогда ничего не повторилось. И спасибо за ваш опыт. Спасибо большое. Спасибо вам большое за внимание. Сейчас у нас Алтайский край, компания Магедраф, Петр Александрович, Наталья и его дочь, тоже семейный бизнес, все ученые. Их потрясающий вообще бальзам, который известен во всем мире. Это как раз мораловый бивник. Они сейчас сами все расскажут. Давайте. Михаил Владимирович, четверть века назад, мой отец, Лунин Петр Александрович, кандидат фармацевтических наук, талантливый ученый, заложил основы нашего семейного дела и посвятил всю свою жизнь производству экопродукции для здоровья нации. Разнообразие уникальных трав нашего региона позволяет нам производить широкую линейку продукции на основе пантов морала, красного корня, золотого корня, именно для укрепления здоровья. Мы все вместе с моим братом, я работаем в нашем семейном бизнесе. Отец по-прежнему контролирует весь процесс. Наши дети подключаются активно в производство. У нас очень дружно замечательный коллектив, который разделяет наши ценности и помогает нам развиваться. Мы ежегодно прирастаем в объеме производства где-то 10%. Планируем и дальше развиваться. Продукцию жители России, всех регионов нашу знают, любят. Мы планируем дальше идти на экспорт. Пока с этим сложновато, но мы будем стремиться. Мы выбрали миссию нашей компании. Это производство продукции для здоровья нации. Мы ей будем соответствовать и идти дальше в этом направлении. Спасибо. Сколько у вас детей? Боя. Дочь и сын. Дочь видим, а сын? А сын? Сын в зале. И внук в зале ждет. А сколько внуков? Два внука. Одному 16, второму 5. Ну, 16 тоже здесь. Он тоже ждет, он тоже помогает, он тоже волнуется. И, в общем, мы все вместе. Все вместе и стараемся. И все вопросы. И спорим. Сильно спорим. Но лишь бы качество было самое лучшее. И они все кандидаты фармацевтических наук. То есть, очень научная основа. Петр Александрович, а сын пойдет по стопам? Сын, да. А он тоже закончил мединститут, фармфакультет. Тоже защитил диссертацию по крови пантов. Он технолог. Хотя закончил еще плюс юридический институт. Фармфакультет. Он с нами. Одна команда. Вот, да. Как раз они все вместе развивают. Замечательно. Я в рамках поездок по стране уже много где был в Алтая. Это просто красота. И, конечно же, вот даже те, значит, небольшие фотографии, которые мы здесь видим, они показывают, сколько можно еще хорошего сделать. Уверен абсолютно, что дух Алтая, здоровье во всем. От, ну, панта это одно направление, но и чаи, и травы, и вообще, значит, красота этих мест. И я смотрю, у вас даже специальные, уже пошли книжки, да? Это наборы, наборы. Да, внутри наборы, внутри как раз они, бальзамы хранятся. То есть они в такой подарочной упаковке. Очень любят туристы иностранные увозить такие подарки с собой. Экопродукции здесь. Да, экопродукции. У меня очень много друзей привозили, и я помню Золотого Алины. Удачи вам и процветания вашей семье. Спасибо большое. Спасибо большое. Станислав и Любовь. Они занимаются вообще по-своему уникальной, конечно, художественной продукцией разных категорий, от самых недорогих до... Мы растем, развиваемся. У нас большой просторный офис сейчас, новое оборудование, современные технологии. Но также мы не забываем о нашем ручном труде, о нашей культуре, этнике. И все вводим в наши изделия. Я смотрю на фотографии вашей семьи, замечательно. Сколько у вас? Мы второе поколение, которое занимается семейным нашим бизнесом. Наши дети уже... И вот малышка это ваша племянница, наверное, маленькая? Нет, дочка. У вас дочка, да. Ну, у них очень многочисленная. В целом, да, в бизнесе работает сколько? 20 членов семьи работают в бизнесе. Именно в семейном, все в одной компании вместе. Очень красиво и совершенно замечательные наряды. Я думаю, что всем было бы очень интересно приобрести. Я думаю, не только туристам. В Москве вы как-то поставляете продукцию? Нет, мы приезжаем на выставки, на все выставки. Да, стараемся подъезжать. Участвуем в них. Вот наше изделие последнее. Заняло первое место на международной выставке. И его приобрел сокровищница в Якутии. Как достояние. Это наше изделие. Полностью дизайн. Начиная с дизайна. Кто маска? Заболок. Сестра. Сестра, да? Сестра. Сестра отца. Она здесь есть? Здесь нет. Нет? Нет. Красота. Ну, талант от природы. Передайте привет большое. Хорошо. Замечательно, очень красиво. Вам удачи и просветания Вашей семье. У нас очень большая делегация. У нас очень большая делегация. Здравствуйте. Новый день. Добрый день. Да, это Белгородская область. Новая у нас компания, химическая компания Черноземья, семейная династия Ивановых, Маргарита и Леонид. Они с вами расскажут, чем они занимаются. Начинали мы 20 лет назад вдвоем, как сырьевое предприятие. Сейчас мы научно-производственное предприятие, занимаемся импортозамещением. Наша продукция, она где-то соответствует, где-то превосходит импортные товары, и новая политика гораздо дешевле. Когда мы запустили наше производство, открыли лабораторию, детям стало интересно наши разработки, и они стали нам помогать. И постепенно входили в курс дела, и сейчас они нам оказывают посильную помощь, это распиаривают нашу компанию. Это неудача. Спасибо. И чтобы детки не только пиаром занимались, но и, может быть, технологиями. Ну, это они, да, они будут заниматься, им нравятся. Удачи. Они уже знают, что идти на химиков учиться, продавать, делать родителей. Добрый день. Ручной труд, это фарфор, это не цветы. Каждый лепесток сделан с любовью, вообще, руками мастеров. Поэтому, пожалуйста, расскажите нам. У вас семья большая, да? Они здесь, кто приехал? Нет, приехали только мы вдвоем, сестра наша, племянница. Нам уже 30 лет, производим электрические самовары, светильники, вазы, цветочные композиции, шахматы. Очень гордимся им. Четвертое поколение у нас уже работает из нашей семьи. Отец, он как основатель. Его родители тоже работали, бабушка с дедушкой, к сожалению, у нее тоже. И внучка, моя племянница, уже старшая, тоже лепит наши изделия. Визитная карточка, как вы видите, у нас лепнина. Что еще живые? Да, да, абсолютно. Иногда даже пахло. Очень красиво, правильно? А вот здесь посмотрите. А смотрите, какой самовар потрясающий. Самовары у нас все идут электрические, все работают. И шахматы уникальные, если еще. Да, пожалуйста. Нагревательный дом. Все это живо-историчная работа идет. За 2021 год мы увеличили нашу производительность в 4 раза. Спасибо вам. Вам удачи, процветания. Спасибо. Здорово-историчная работа. 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 Продолжение следует...